Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. Вот обещанное видео о Санкт-Петербурге, в который мы только что съездили с всей семьей. Потрясающая поездка, которую я хочу с вами поделиться. Ну вот, друзья, мы приехали в Питер. Вот такой прекрасный вид из окна. Львиный мостик. Ну, Питер, конечно, нас встречает погодой стандартной для Санкт-Петербурга. Дождичек идет. Нам дали вот такой вот интересный номер. Само здание это конца 18 века. Здесь вот такая красивая лепнина. Очень интересная здесь мебель 19 века. Вот эти столики имела каждая уважающая себя дворянка. Были они приспособлены для шитья. Здесь настоящий камин. То есть он рабочий, его закрыли просто. Вот такое помещение с огромными такими потолками отапливалось вот такими каминами. Смотрите, какая красота. Вот ковровые дорожки красные. Огромные, конечно, кровати. Давайте посмотрим в ванную комнату. О, какая прелесть! В принципе, все красиво. Аккуратненько все. Гигантизм! Смотрите, дождик немножко закончился. Небо такое, видите, тяжелое очень в Санкт-Петербурге, низкое. Но такие красивые дворы, представляете? Я думаю, здесь просто можно кино снимать. В 18 веке заезжали в кареты, высаживались дамы. Красота! Так, мы вышли погулять. Дождик закончился. Мы прямо очень рады. Сам отель называется Львиный мостик. И располагается он на канале Грибоедова. Сейчас идем в Эрмитаж. Сейчас планируем позавтракать в таком китайском ресторанчике. Этот ресторан держат действительно китайцы. Отличный портрет. Нам нравится. Сюда приходят покушать именно китайские такие туристические группы, как вы видите. Потому что в этом ресторане работают действительно настоящие китайцы, эмигранты. Порции какие-то просто нереальные. Вот это половина порции. Представляете, это вот такой вот тазик огромный. Пронесли дочке. Вот смотрите, вот она в шоке в полном. Просто тазик супа. Ну, я думаю, что в принципе такие тазики приносят на двоих, может быть на троих. Разливают, потому что не ложка, видите, а такой, ну вот, огромный черпак. Смотрите, вот этот салат, который мы разделили на троих, и это то, что осталось. То ли они так много кушают, то ли это нам кажется много. Ну, салатики вкусные, такие вот тут шитаки, салаты зеленые, помидорки. Это памятник Глинке. Кстати, здесь очень немного зелени. Вот единственный парк по дороге, который мы нашли. Вот видите, такое очень, очень небольшое количество зелени, немножко деревьев, такие каменные джунгли. Римский театр. Метро все-таки строится, которое примыкает напрямую к Мринке. Покрасивое. Сегодня красивое небо, не пасмурное. Покрасивое небо. Покрасивое небо. К римскому Корсакову. Здесь нужно целоваться. Начинаем. Начали. И вот он, Исаакиевский собор, который пытаются что-то перевести из музея в храм, да? Сейчас это как бы музей получается больше, да? Здесь немал. Вот мой муж подсказывает квартиру. Пушкин Александр Сергеевич. Вот так дома не изменились. Такая же архитектура. Котирочки ходят. Сегодня мы тоже будем на нем кататься. С середины 18 века. Вот эти вот плиты, по ним ходил Пушкин. Ничего не изменилось. Представляете, ребята? Петербуржцы, привет, кто меня смотрит. Спасибо. Мы так рады. Очень красиво, гостеприимный город. Среди вот такой красоты. Такое здание с бегущими со штыками наверху. Советскими солдатами. Там пролетарии. Пролетарии бегут, да? Исаакиевский собор и парк. А слева что? Очень изящный. Дом компании Зингер. Дом компании Зингер. Зелененький. Вот этот. Там прикол в чем? Нельзя было строить выше... Ой, какой красивый он. Смотрите. Выжим какого-то уровня. Ага. И чтобы это... А Зингер хотел повыше. Господин Зингер, да, хотел повыше? И тот самый, который швейные машины. Ага. И архитектор исхитрился вверх крыши. Вкладывается в норматив. А башенка... А, башенка повыше, да. Церковь Святого Петра. Центральный костел. Очень красивое здание. Костел. Самый большой отдал. Вот смотрите. Бывают такие гранитные ограничители как бы въезда для лошадей в вот такие вот арки. То есть раньше их ставили специально со смещением чуть-чуть. Видите, как бы внутрь арки. Для того, чтобы проезжающие лошади своими оглоблями, выходящими за пределы, да, кареты не задевали вот эти вот красивые стены. Такие интересные здесь кафешечки. Как они выживают, да, непонятно вообще-то. Александрийский столб. Сейчас мы идем туда, чтобы там сфотографироваться. Очень красивый вид именно около него. Непроятное, конечно, здание, да. Эрминтажи такие красивые. Скульптуры наверху. О, хочу такие люстры дома. И такие потолки хочу. Это цельный кусок малахита. Чашечка. Представляете себе, такая чашечка. Фамильные портреты на тарелочках. Вот так заказывали. Представляете, такая была мода. Красота просто невероятная. Эрмитаж. Это потрясающе. Потрясающе. Друзья, кто еще не был, обязательно сходите. Устали ужасно и поехали отдыхать. Конечно же, уже на такси. И зашли опять в наш китайский ресторан, чтобы попробовать десерты. И посмотрите, какая прелесть. Это ананасы глазированные. Так здорово, как-то на полке минимализм. То есть вот это очищение. Вот это вот фактически увлажнение. И вот это питание. И все. Ну то есть минимализм такой. Дома вообще так никак не получается. Действительно многофункциональной оказалась вот эта вот простая, очень недорогая палеточка, которую покупала в подружке. Вот Катрис с пластом. Это палеточка Ньют. Так что для тех, кто думает, купить или не купить, ребят, я считаю, вот это сделала вам, да, все сводчи, чтобы вы посмотрели. Я считаю, за такую цену вообще даже не стоит сомневаться к теме. В корабле. Как вы думаете, что это? Вот кто как думает, что это такое? Цель пыточная. Я думала, да, что здесь вот Ангелина говорит, пыточная, точно, точно. Очень похоже, кстати. Это кафе, где подают пельмени и вареники. Вот никто бы не догадался, да? А мне дают. По такому вот интерьеру, шоковскому. Исаакиевский собор. Наверху, видите, там идет сейчас ремонт. И там есть лесенка, не знаю, видно вам или нет. И вот там вот идут люди по лесенке. Медный всадник, памятник Петру Первому. Вот под ним клыба. Это самый большой камень, который когда-либо, самый тяжелый, перевозился в истории России. Сейчас мы поедем в Петергоф на вот таком вот кораблике, который практически летит над водой с очень большой скоростью, довольно, ну, довольно большой, 60 км в час на таких крылышках. Смотрите, как красиво. Какие фонтаны здесь шикарные. То есть вот это вот домик для гостей маленький. И дальше уже Монт-Левех. То есть вот это старый кирпич остался? Да, старый кирпич. Смотрите, раньше здесь был банк, в котором давали суду. А вот это уже долговая тюрьма, в которую тут же сажали всех, кто не выплатил эту суду. Кирпичанский собор. Это невероятная церковь, храм спаса на крови. И возведен он был на том самом месте, где был смертельно ранен император Александр II. К созданию этого памятника приложили руку многие очень известные художники. И, кстати, автографы некоторых из них стоят в уголочке каждой иконы. Мы решили уединиться, сделать маленький-маленький ужин вдвоем в итальянском ресторане. Санкт-Петербург, величественный город на Неве. Мы не прощаемся с тобой, мы обязательно сюда вернемся. Мы навсегда в тебя влюбились. Свет всем, кто смотрит меня в Петербурге. Ваша Жанна Фетисова. Спасибо за просмотр.